здравствуйте друзья доброе утро 16 мая 2019 года вчера стали доступны для проверки результаты green card лотереи и вот много было у меня корреспонденции и сейчас я еще не на все ответил но почти на все и вот проблему людей как заявки проверять там действительно разные давайте я поделюсь немножко тем во что люди влетают ну что значит фамилия и имя получается такая история когда вы смотрите на ту бумажечку или там файл в каком виде это было я не знаю в котором вы видели результаты подачи на green card лотерею там фамилия и имя написаны через запятую вот если смотреть на запятую то то что слева от запятой фамилия потом значит сама запятая а потом справа имя и был случай когда вот молодой человек никак не мог прорваться потому что он пишет фамилию она не берет а когда я уже на оригинал посмотрел у него слева от запятой было имя а справа запятой было фамилия то есть он во время заполнения просто перепутал переставил местами имя и фамилию вот такое бывает на удивление было несколько человек которых система отторгала и отторгал и их потому что они как выяснилось подавали заявку до того до того как их обнулировали и надо было заново подавать то есть они не знали что все их заявки аннулированы они этого не знали и вот они идут проверять а значит а дата подачи там я не знаю 5 октября там 10 октября а на самом деле все что было там до 18 все это выкинули и начиная с 18 октября заново стали принимать заявки но они не знали они не в курсе были вот такое есть что еще многим там идет сообщение типа сашин time out то есть выделено какое-то время на выяснение этого вопроса там скажем выиграл ты или не выиграл причем там довольно существенное время вот я как я тоже нарываюсь на этот сэшин time out но но это когда я уже проверяю там десяток заявок например вот там полтора десятка и ну там для людей они просят и и вот мне уже говоря за чего тебя сэшин time out причем иногда мне удается это преодолеть просто тем чтобы уйти в начало и загну как бы заново страничку открыть основную и вроде как уже новая сессия начинается но иногда не вот был случай когда не удалось я просто другой браузер запустила начал в нем это делать то есть видимо занимает много времени у человека вот эта борьба так сказать заявка я бы советовал просто в какой-то файл перенести вот допустим не печатать туда а напечатать файл а из файла уже copy paste там и туда закидывать ну вот наверное из основных проблем которые я видел действительно есть еще несколько у меня осталось там штуки 3 которые никак не могу понять почему система говорит что какие-то данные неправильные но вообще говоря в идеале хочется видеть оригинал документа а не то что ребята там перепечатывают и куда-то бросают потому что именно в этом месте ошибки возникают поэтому надо надо видеть оригинал что еще одна таки заявка мне попалась выигрышная вот может быть я полсотни проверял и была семья там муж и жена и вот одна заявка была выигрышная прям прыгал до потолка знаете такое чувство их вот люди отписываются там типа ну так как-то индивидуально они не публично кричат а так и индивидуальненько это знаете мы тут выиграли вот там интересуемся какие-то вопросы у них дополнительно возникают и так далее то есть ликование по поводу выигрыша это не то что вот каждый так открыто ликует вот я замечаю что открыто ликующих существенно меньше чем тех кто так по-тихому ликует я надеюсь что еще не все проверили так что лик ликующих станет больше вот но тем не менее пока вот так и примерно это было в августе прошлого года я тогда подумал что нужно как-то комплексно посмотреть на вопросы для подачи заявок на green card лотерея и вот все рассказать все что знаю там по разным вопросам я сделал три десятка разных сюжетов где-то вот в августе сентябре прошлого года и один из них был такой сюжет вот как как быть успешным в этом деле то есть какие то есть такие базовые правила которые позволяют быть успешным и я тогда объяснял отдельно там было видео про нахождение в контексте вот есть люди в контексте и люди вне контекста и люди вне контекста постоянно совершают ошибки связанные именно с тем что они вне контекста то есть они что-то слышали но но не то сделали почему не то сделали пыш не понимали вообще о чем речь то есть так слова слышат но вне контекста смысла нет и я не знаю рассказывал этот анекдот или нет расскажу анекдот вам про контекст может быть рассказывал но все-таки значит муж женой разводится такой брачный суд и там вот бракоразводный такой процесс и судья говорит может быть вы как-то замеритесь что ж так и муж ведь нет это принципиальный вопрос так после такого мы с ней вместе быть не можем тот год но а что собственно произошло тот говорит так дураком меня назвала судья год конечно нехорошо год но ну что прямо вот уже так раз разводиться тот говорит и ведь это же важно в каком контексте говорит мужик но тут судья говорит ну хорошо это в каком контексте вас назвали дураком он год но вот представь себе прихожу домой она в постели с чужим совершенно мужиком увидела меня и говорит смотри как это делается дурак так вот я хочу говорю контекст важные бывают иногда и вот я когда смотрю на этих людей а их сразу до на человека 4 за вчера у меня было это довольно много это не но не 10 процентов всех кто обратился ну может быть там 8 понимаете это существенно и они профукали вот эту вот лотерею и они говорят а почему же никто нам не написал вот мы же подали там они бы нам должны были на по e-mail у сообщить что новая там новая игра идет и надо заново подавать и тогда нет никто 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 не сообщал по e-mail у насколько я знаю вот но как-то так они довольно широко это все на всех форумах обсуждалось на канале у нас обсуждалось то есть то есть все люди которые были в но в контексте да то есть они систематически интересуются они ходят там какие-то тусовки они владеют информацией и я когда говорил что вот есть несколько там допустим факторов которые ведут к успеху но я может быть немножко там преувеличивал но тем не менее я говорил но вот делаешь вот это вот это и подписываешься на наш канал и смотришь потому что если ты подписан на наш канал тут и в контексте у нас есть полно народа вот допустим у нас там сейчас 162 тысячи подписчиков из этих 162 тысяч подписчиков основная масса такое большинство они не смотрят все подряд далеко по все подряд смотрит может быть там пять шесть семь восемь тысяч вот некоторые посматривают а некоторые на просто по заголовкам например новка но он в контексте он видит какой-то заголовок интересный он может пойти посмотреть может быть он раз там в три месяца пойдет и посмотрит но он в контексте просто просто вот по заголовкам я тоже так новости смотрю хотя допустим захожу с утра там на пару новостных сайтов там же много информации всякой и я и так просматриваю и говорю ну что там у нас это мне напоминает давайте вам еще один анекдот как два мужика идут и один газету купил старые времена советские там пусть будет правду там за четыре копейки купил эту правду глянул на нее и выбросил в урну и 2 мг это какой же смысл покупать газету если ты не читаешь он где я читаю но я читаю только некрологи тот ему говорит но аж некрологи же на последней странице ты даже не развернул он говорит ну тот кто мне нужен будет на 1 понимаете вот вот это 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 называется быть в контексте этот человек был в контексте он не читал всю газету он вообще ничего такого он просто смотрел на первую страницу и там должна была быть информация которая вы интересует но и он сразу видел она есть или нет там черные рамочки знакомые там портрет какой-нибудь и так далее вот точно так же многие люди находятся в контексте иммиграционном просто потому что они подписаны на канал иногда посматривать что там в ленте где-то там выходят все эти новости и так далее то есть я я затрудняюсь сказать как как этих людей вынесло на то чтобы заполнить заявку это отдельный совершенно вопрос но но явно а это не 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 такие кто там подписчики кто все время смотрит интересуется потому что мы же боже вот у нас же на канале вот у нас же на канале сколько мы тут суеты всякой было когда мы объясняли что-то отменено новое начинается с такого-то числа там бог знает что я думаю что практически на любом иммиграционном видеоблоге это было там но и даже не не мы не единственные поэтому вот еще раз возвращаясь к вопросу контекста нельзя быть вне контекста и успешно функционировать в этом разницы между тем кто успешен и тем кто нет пришел тут дяденька один пару дней назад ну давайте я камеру на себя повернуть вам пробки смотреть пришел тут дяденька один я не знаю сколько ему лет ну пусть будет 35 и вот говорит хочу поговорить я буду давай его не знаю первый раз вижу можно сказать что по словам и симпатичный даже такой дяденька парень и он рассказывает приехал два года назад какие-то в сан-франциско живет тут недалеко какие-то он курсы там прослушал ну я не знаю это можно только условно назвать там курсами куда он там ходил там они собираются без компьютеров и по-русски значит там что-то им такое рассказывают ну хардёшь и но зато дешево дешево но с другой стороны он так ничего и не узнал это отдельная сторона сказать ну вот другой бы и за бесплатно чего-то выучила этот вот за дешево но не знает ну то есть в какой-то полной прострации находится мы так поговорили технически тестирование изучал потом значит но не у свой план когда потом какие-то знакомые ему посодействовали его на пару месяцев взяли в компанию практикантом бесплатно видимо там где-то он там пару месяцев пару-тройку месяцев был это было летом прошлом но до ноября там до декабря он работу не искал то есть казалось бы вот у него шанс появился в жизни и сидишь в компании параллельно ищешь работу тут же да значит но нет он 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 профукал то есть трехмесячный интернш и вот эта практика только в том смысле полезно что ты сразу пошел искать работу а еще лучше до окончания наш пошел и вот накатом таким какие-то люди непонятно какие там помогли ему как какой то там сделать резюме непонятно какой резюме какие то люди он знает каких то наших выпускников которые то ли не хотели ему сказать все что положено для успеха то ли сами не в курсе были это тоже нас таких полно и вот он как-то это резюме повесил я глянул на дайте у меня рекрутерской лицензии я я их обучаю как повесить чтобы так наверху быть в поиске выходить у него и это тоже все у него такое как бы сказать ну вот никакое да то есть знания никакие позиционирование на рынке никакое понимание контекста в котором он функционирует никакое и у него даже было 6 интервью я хочу сказать что 6 интервью это много 6 интервью это можно было три четыре уже оффера получить на самом деле ну правда 601 то хотя бы можно было 6 интервью 6 интервью это очень много это нужно умудриться оффера не получить 6 интервью и вот он значит и вот мы начинаем разговаривать и провал вот любой разговор от все что чего ты касаешься там я спрашиваю там я не знаю кто из вас там допустим детали знают но я спрашиваю в чем разница между тестированием веб приложение и мобильных он говорит ну там вот значит компотебил эти там разная да вот это вот разные браузеры разные девайсы там и так далее вот вот это у них по-разному я думаю мать честная а у него в компании где он там был эти пару месяцев значит у него там написано что он и веб-приложение тестировал и мобильные там все это еще на девайсах там у него на разных там всякие там там устройство они производят которые кое-что и чего делают с датчиками и там во время занятия спортом снимают показания всевозможные в общем и он искренне верит что давали никто помочь мне не хочет всегда твуп тебе помогли но когда ты уже работаю а когда ты не работаешь вот никто не хочет его за руку привезти ну потому что позорится rake не тоже не хочет позорить его заниматься и вот никто не хочет ему помочь ок это меня была работа зачем мне туда их помощь так ты приди в точку где помочь же можно ну ты же не можешь сказать я там да я гону а чё ж ты не разобрался в тестировании вот этого не за ты же ничего не знаешь он говорит так я я же выучу мне только где-то работу бы найти я ягод выучу ягод меня ты чё хочешь он говорит вот вы мне покажите вот где вот вот как отвечать на этот вопрос лучше как на этот он думает что если выучить вот несколько ответов на несколько вопросов то вот это тебе будет значит работа это и дальше уже там научиться этой работе он придумал себе схему он уже с ноября месяца ну сколько тут уже считаю полгода он за эти полгода имел шесть интервью то есть какое-то резюме она как-то срабатывает он как-то там посылает какие-то у него там есть но во первых конечно интервью раз месяц это вы очень не часто это очень не часто с другой стороны но он его и пройти не может пройти он его не может не потому что он какой-то вопрос не знает а потому что он на любом вопросе сыпется бездарно я ему говорю ты поймёте не тестер ты не стал тестером ты не разобрался в теории ты ты не стал тестером и это прет из тебя со всех сторон вот пришел человек видно что он не в профессии он где-то с другом мире вне контекста если бы он был тестером да то же он бы жил в этом контексте и контексте тестирования ах ты живот из-за чего тут машинка стоит и никуда не едет я понял сейчас мы ее объедем вот из-за чего пробочка едем 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 пошли давайте вам покажу стоит девочка у дороги маленькая совсем маленькая девочка долбанула видимо кого-то стоит у неё капот ну да да у неё капот там подбитый а я думаю что так вот на дороге так вот я к чему говорю он думает что можно выучить несколько вопросов как на них отвечать и вот тебе работа а надо в контексте быть понимаете оба если ты не в контексте то ты сколько ты хочешь вопросов выучить и не получишь работу потому что вот это вне контекстность она из тебя прет со всех сторон все а бывает что нашел работу и выгнали тут же тоже бывает поэтому по разному в общем я возвращаюсь к вопросу нахождения в контексте то есть если ты хочешь чего-то добиться ты не минимизируй как сказать присутствие и участие сказать вот этот по минимуму я вообще-то сейчас зайду там помочусь и дальше выйду там с двумя миллионами в каждом кармане по миллион так не бывает вложить надо это время это силы это фокус вот а без времени без потраченных сил без фокуса ну так и вот и так и будешь придешь заявку проверять она оказывается прошлогодняя хорошо друзья я очень рад за тех кто оказался в числе победителей я их поздравляю и те кто не оказался хорошо чтобы забибикал это да не грустите все путем все у нас путем и свет клином не сошелся на лотереи или скажем так не обязательно сошелся клином на лотереи в этом году много еще всего в жизни есть и если сильно приспичило иммигрировать в конце концов есть не только америка есть и канада там и европа есть тоже тоже люди живут поэтому жизнь продолжается и так хочется как тост сказать так выпьем за нахождение в контексте счастливо